Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, соскучился по вам и приготовил вам один интересный рецепт. Сегодня готовим картофельную лепешку с курицей и сыром. Звучит? Тогда начнем! К рецепту, друзья, я уже подготовился. И нам понадобится отварной картофель 5-7 штук, пару бедрышек куриных, я их тоже отварил, соль, перец возьмем по вкусу, 2 яйца, муки 4 столовые ложки с горкой и кусочек сыра где-то грамм 100-150. Картофель почистили и натираем на мелкой терке. Прям хорошо перетираем. Вот такая вот картошечка у нас должна получиться. Кстати, друзья, на канале у нас есть картофельные булочки. Ух, какие они вкусные! Найдите этот рецепт и там на видео. Я также натираю картошечку, но в комментариях куча вопросов возникло. Сырой картофель это или нет. Нет, это отварная картошка. Просто я вот так ее любя натираю. Добавляем муку. Муки много добавлять не надо. Достаточно той, что мы с вами сейчас. То есть тесто не надо его забивать, потому что лепешечка такая будет быстрая у нас. Соль, перец и 2 яйца. И все, замешиваем и заводим вот такое вот картофельное тесто. Вот такое тесто получилось. И сейчас, друзья, займемся начинкой. Сырок, друзья, нарезаем вот такими тонкими пластинками. У меня вот белорусская моцарелла. Мы к ней пристрастились. А мясо, друзья, разбираем на крупные волокна. Прямо вот такие хорошие кусочки, чтобы у нас были. Теперь самое главное. Наше тесто делим визуально пополам. И перекладываем в сковородочку. В небольшое количество растительного масла. Здесь аккуратно надо все это дело разровнять. Будьте аккуратны, особенно те, кто готовит в перчатках. Чтобы не припалиться. Выравниваем. Так, еще. Не торопитесь. Сейчас попробуем сделать все это равномерно. Я немного смочил ложку водой. И смотрите, как классно получилось. Разравнивается. Вообще красотища. Теперь берем курочку. И раскладываем. Стараемся все это дело распределить. Чтобы в каждом кусочке у нас было и мяско, и сыр. Ну-ка, ой, как это все будет здорово. И теперь очередь сыра. Курицу, друзья, я отваривал в соленом бульоне. Поэтому я начинку не присаливаю. А вы смотрите на свой вкус. Если надо, добавляйте. Распределяем. И сырочек. И сверху аккуратно выкладываем остатки теста. И точно так же смачивая ложку, эту поверхность тоже выравниваем. Обжариваем минут 7-8 на чуть сильнее медленного огня. Чтобы она у нас прожарилась и пропеклась. И теперь самый важный момент, отверственный. Я смазал тарелочку тоже маслом. Накрываю. Нам надо ее перевернуть. Оп! Аккуратно подкладываю. Оп! Полотенце. Ох ты! Видели, какая красота? И теперь наша задача вернуть это дело на сковородку. Надеюсь смазанная хорошо. Ну-ка иди, иди, иди. Иди, иди. Пошла? Хорошо пошла. Давай, родная. Поддержите лайками. Ну, справился. И вам того же желаю. Надеюсь результат нас порадует. И очень будет вкусно и красиво. Все. Теперь также на медленном, чуть больше медленного огня. Допекаем еще минут 7-8. Вот до такой же корочки. Все, друзья. 8 минут прошло. Я думаю, и с той стороны у нас такой же аппетитный румянец. Сделаем ту же операцию и выложим на тарелочку. Великолепно. И знаете, что я? Еще для большего, для пущего аппетита возьму и смажу вот так кусочком сливочного масла. Пока горячее, оно подтает, добавит блеск, добавит вкус и аромат. Не расходитесь, сейчас будем пробовать. Не знаю как вы, но я уже весь в нетерпении. Так, ух ты. Ну сыр я видел, когда переворачивал. Вот он тянется, красавчик. Ух ты. Так. Поддели. Вау, смотрите какая красота. Мясо, сырочек. Красота. Каждый взял по кусочку, и я свой попробую первый. Пахнет очень вкусно. Ну и на вид, мне кажется, на 100 баллов. Очень вкусно получилось. Друзья, нежное картофельное тесто великолепное. Сливочный вкус вот от сыра. Кусочки этой курицы великолепно. Еще раз скажу, готовить обязательно. Вся технология завораживает. Вы сами видели, то туда, то сюда. И какая классная у нас получилась лепешка с начинкой. Шикарная вещь. И вообще, друзья, если не хотите заморачиваться с переворачиванием, можно по слоям выложить и отправить все в духовку. А сверху вот так вот покрошить сливочное масло. Запечь, и мне кажется, результат будет тот же самый. Рад был с вами увидеться, рад был с вами попробовать вот такую вкусняшечку. Ставим лайки. Поддерживаем наш канал. В комментариях пишите, как вам наши рецепты. Крепко вас обнимаю. И всего доброго. Это канал Другая Кухня. Пока.